Исполнение бюджета за первый квартал 2020 года, льготы при уплате земельного налога для приемных семей, передача части помещения городской больницы святителя Луки Крымского из муниципальной собственности в государственную. Эти и другие вопросы обсудил местный совет депутатов на очередном заседании. Главный вопрос от счет главы о деятельности администрации округа за 2019 год перенесли по состоянию здоровья Александра Сергеенко. Подробности в нашем материале. В повестке дня 8 вопросов. Первым с отчетом о работе администрации за 2019 год должен был выступить глава Александр Сергеенко. Однако по состоянию здоровья не смог присутствовать на совете. Опасности нет, но утром у Александра Николаевича была температура. Могу, чтобы не было сплетен сказать четко, уже прошел тест, все нормально, ничего это самого. Но в таких условиях мы не могли рисковать и любой гражданин должен самоизолироваться в данной ситуации. Работу заседания открыл вопрос об исполнении бюджета Староскольского округа за первый квартал 2020 года. За первый квартал исполнен по доходам в сумме 1 млрд 574 млн 799 тысяч рублей. По расходам в сумме 1 млрд 628 млн 480 тысяч рублей с фактическим дефицитом 53,7 млн рублей. По расходам исполнение бюджета составило 15,9% от годового плана. В общем объеме расходов 80,4% составляют расходы на содержание учреждений социально-культурной сферы. Из них образование 52,6%, культура 5,5%, физическая культура, спорт 2,4%. На реализацию муниципальных программ направлено 1,5 млрд рублей. Наибольший удельный вес 52,6% это расходы бюджета на образование 857 млн рублей. В том числе за счет субвенции из областного бюджета на выплату заработной оплаты работникам дошкольных образовательных учреждений и общеобразовательных школ, осуществляющих учебный процесс и прочие расходы, профинансировано 456 млн рублей. На содержание учреждений культуры профинансировано 90 млн рублей. На социальную политику 320 млн рублей, в том числе за счет субвенции областного и федерального бюджета – 299,9 млн рублей. На жилищно-коммунальное хозяйство – 82 млн рублей. Средства резервного фонда администрации в этот период не использовались. Отчеты об исполнении бюджета депутаты приняли единогласно. Затем внесли изменения в перечень лиц, которые могут пользоваться льготами при уплате земельного налога, добавили в список приемные семьи. В целях стимулирования создания приемных семей, а также предоставления мира социальной поддержки этим семьям, предлагается перечень льготных категорий граждан, для которых установлен налоговый вычет в виде необлагаемой налогом суммы в размере 500 тысяч рублей, дополнить категории – физические лица, являющиеся приемными родителями, опекунами, имеющих на воспитание трех и более приемных несовершеннолетних детей. В Старом Осколе 23 приемные семьи, воспитывающие трех и более детей. В собственности находятся 20 земельных участков. Общая сумма налогу на землю, подлежащая к уплате за 2019 год – около 17 тысяч рублей. Разногласий не возникло и в ходе голосования за передачу помещения окружной больницы святителя Луки Крымского из муниципальной собственности в государственную. Данный объект в незавершенном строительстве безвозмездно передан в муниципальную собственность Старооскольского городского округа Оскольским электромеханическим комбинатом и принят в соответствии с постановлением главы местного самоуправления города Старая Оскола Старооскольского района Белгородской области 27 апреля 2005 года и был завершен строительством в текущем году. Ранее передача указанного объекта в государственную собственность Белгородской области в числе имущественного комплекса здравоохранения не представлялась возможной в связи с отсутствием финансирования и окончания строительства объекта. Также на Совете торжественно подвели итоги муниципального конкурса на лучшее территориальное самоуправление. Участвовали 59 ТОСов. Абсолютным лидером стал ТОС Ямской район. На втором месте ТОСы ЖС Осинки и на третьем живописный уголок в микрорайоне Углы. За большой вклад в строительство и ремонт объектов социально-культурной сферы Старооскольского городского округа медаль за заслуги вручили Николаю Гаврилову, депутату Белгородской областной думы, почётному строителю России и генеральному директору АО «Строитель». Под руководством Гаврилова была проведена масштабная реконструкция и переоснащение Старооскольского театра для детей и молодёжи. Сейчас при его поддержке проводится капитальный ремонт Дворца культуры «Комсомолец». Ольга Шалыгина, Алексей Грачёв, Ирина Чуликова, 9 канал.